Перечисляю деньги через TransferGo лично и рекомендую вам. Это быстрый и безопасный сервис переведет деньги по лучшему курсу в вашу страну за смешную комиссию. А если перейдете по ссылке в описании под видео, первый перевод денег абсолютно бесплатно. Зарегистрируйтесь и попробуйте сами. Вот так, ребята, записывается видео. Насколько шумно. Вы слышите, да, наверное, насколько шумит все. И насколько сейчас будет вам лучше запись. Сейчас, надеюсь, вам такая подача больше понравится. Прокатимся с вами по Калгари. Мы уже это делаем сейчас с вами. И я расскажу немножко, чтобы была какая-то тема. Расскажу о нашем статусе получения вида на жительство в Канаде. Перманент резидент статус. Это постоянные жители Канады. Мы теперь люди, некоторые знают, кто смотрит канал о эмиграции в Канаду. Здесь я просто поверхностно пробегусь, что для нас это поменяло. И заодно покажу вам город. Ну, я еще не знаю. Я здесь первый раз на фуре. Я здесь был, когда на визу подавался. Я здесь первый раз, поэтому сейчас возвращаюсь на тракстоп. Первый раз на этой выгрузке. И не знаю еще до... Так, вроде все. Закончились люди. И не знаю еще дороги, которые поедут. Поэтому решил посмотреть вместе с вами. Расскажу я вам то, что вопреки некоторым слухам, которые рассказывают, что если вы приезжаете сюда по рабочей визе или под поддержкой провинции, то все, вы здесь раб. И все. Отчасти только это правда. Только потому, что вы изъявляете желание жить в этой провинции. Вас когда офицер спрашивает, хотите ли вы жить в этой провинции, вы говорите да. И, естественно, можно там расценивать вас как мошенника, если вы тут жить не будете. Но мы же все люди, поэтому свойственно менять свое мнение. И если вы сейчас там хотите жить, например, в Манитобе, а через два года не хотите, ну, никто вас за это осудить не может. Потому что это ваше решение. Вы хотели, но по каким-то условиям не подошло. Не нашли работу, не понравилась погода. Я не знаю. Я не собираюсь никуда уезжать. Мне все нравится здесь. Об этом можно долго разговаривать, что нравится, что не нравится. Но пока что мне реально тут все нравится. Говорю пока только потому, что если я когда-то решу что-то изменить, то мне никто не сможет упрекнуть, что ты же говорил, не будешь уходить или уезжать. Нет, только так на всякий случай. Мало ли что поменяется. Пока все хорошо. И значит так, да, насчет работы. Теперь работу точно можно менять. Многие так и делают. Вы знаете, многие у меня даже спрашивают, почему ты до сих пор там не ушел, ты же получил. Вы первая фирма, вы знаете, наверное, да, она в принципе хорошая никогда не бывает, наверное. Потому что, ну, мое мнение, если вас набирают постоянно на работу, ну, значит, что-то не так. Ну, мое мнение, я не знаю. Здесь у нас на работе улучшились условия труда. Более того, я поговорил с работодателем. И конкретно у меня возможно улучшатся условия через 3 месяца. Я вам сейчас не могу сказать, что я просил и получилось ли это, поскольку я не знаю, чем это закончится. Через 3 месяца я вам, как обычно, я вам скажу результат, что я просил, отказали мне или согласились. Ну, и будет видно тогда, да, потому что мы договорились с том, что 3 месяца мы подождем сейчас, чтобы посмотреть. Поэтому, не то, что я особо много чего-то просил, просто некоторые такие, да, некоторые нюансики. Я думаю, вы заметили, что гораздо тише звук, абсолютно без постороннего шума, которого здесь, в принципе, в машине достаточно здесь. Ну, реально шумнее гораздо, чем в европейской пуре. Поэтому я не снимал некоторое время, даже длительное время, потому что не мог решить вопрос с шумом. Мне самому не особо нравится, когда нужно прислушиваться из-за шума мотора, прислушиваться, что же там человек говорит. Поэтому я не снимал. Сейчас, вроде бы как, вопрос решен. Насколько тихо получается запись, я прям в восторге. Поэтому будем теперь снимать, буду теперь ездить, рассказывать, показывать. Дай бог у меня все идет по плану. То я завтра буду выезжать в одно место, в котором я еще не был. Прекрасная погода там шикарная будет. Да, я уже проверил два дня снег и дождь, и горы. Так что, думаю, будет интересно. Это горные штаты. Я буду ехать с Альберты через Бритиш Коламбию, вроде бы, Вашингтон, ехать в Орегон. Все эти три, которые я назвал штата, я еще там не был. Поэтому буду вам, естественно, записывать. Да вообще теперь все. Дай бог все. Так сейчас посмотрим, как пойдет этот звук. Я сейчас еду на трекстоп. Я знаю уже точно, там есть интернет. Я сделал вам видео. Одно коротенькое, на три минуты вчера, и закинул его на YouTube. Поэтому все проверено, все работает. А я, естественно, в свою очередь пойду погуляю по Калгари, поскольку... Ну, не могу я просто сидеть в машине, пойду погуляю. Хотя здесь я не последний раз. У нас часто фирма сюда ездит. Почти всегда они ездят в Калгари. И это, так сказать, двойные рейсы. Давайте, чтобы я еще как-то расскажу. Расскажу. Да будет еще много времени, как я уже сказал. Расскажу вам о этих двойных рейсах. Сейчас хочу немножко затронуть все-таки тему, которую я начал сначала. О самом этом перманент-резидент-статусе и провинциальной программе. Если вы каким-то образом надумали сюда ехать через дальнобой, или вообще не важно как, то легче пройти миграционную программу по провинциальной программе, поскольку там требования существенно ниже, чем по федеральной. По федеральной я бы не прошел. Там, по-моему, только английский нужен минимум на 6,5 или 7, чтобы дальше как-то набирать баллы. То есть сейчас, возможно, я бы сдал бы на 6,5 или 7. Возможно, я не утверждаю. Но когда я проходил с офицером, с миграционным собеседованием, я переживал, сдам ли я вообще на 4. Поэтому, так, естественно, легче через провинциальную. Но хочу сказать всем тем, которых очень много, которые хотят, например, приехать в Манитобу, как взять стартовый скачок, лестница, пошел дальше, в Торонто или в Ванкувер. Будем обсуждать еще много раз эту тему, почему я, например, туда бы не пошел, или пошел бы, или... Не знаю. Но суть такая, что, мне кажется, и так 100% есть статистика, которая мониторится, например, первый год или два, может быть, всю жизнь, по поводу иммигрантов и их передвижения по Канаде. Соответственно, если вы приехали через Манитобу и через... после получения перманент-резидента, и, думаю, сейчас особое внимание за нами, мы уже начинаем, там, грубо говоря, платить налоги в Торонто, то где-нибудь это отмечается. И ничего нам не будет. Абсолютно ничего. Это все сказки, поскольку, повторюсь, все написано на официальном сайте. Все остальное это басни и пугалки от кого-то, что слышал кого-то и так далее. Так вот, сейчас насколько много возможностей через разные провинции приехать, что вы сразу можете себе просто выбрать провинцию, другую, которая вам реально нравится. Условия все примерно не те же. Минимальный язык, минимальный опыт работы. Но, в принципе, Канада все равно отбирает образованных людей с опытом работы, со знанием английского языка, здоровых, потому что вы должны будете пройти медицину. И с ограничением по годам. До 45 лет была сессия, на которой я был. И, по-моему, от 21 до... Да, от 21 до 45, я был прям в идеальном возрасте. Мне 33 года я к ним приехал. Через 3 дня после 33 лет на рождение. Прям был посерединке. Прям идеальный возраст для них. Но кому 45, уже сильно не отчаивайтесь, потому что есть шанс еще до 49, если вы сильно подойдете им. Если вы убедите их на своем хорошем английском, что вы жизнерадостный человек в самом расцвете сил, то у вас есть шансы. Почему? Точно знаю, потому что здесь у меня работает коллега с Украины, которого взяли в 47, и они до 49 делают исключение. Но максимум 49. Если вам 49... Нет, наверное, 49 можно еще. Если вам 50, то, скорее всего, по этой программе дорога сюда закрыта, то нужно как-то смотреть официальные сайты, подтягивать что-то там и так далее. Ну, я к чему все веду, что люди смотрят, если будет отток сильный эмигрант, то эти провинциальные программы просто-напросто закроются. И все. Конечно же, у многих выбор жить, например, в том же Торонто, где вы должны платить... Так, давайте, наверное, вот так. Где вы должны платить 70% зарплаты за то, чтобы жить в квартире. Да, ну или жить, например, в Манитобе, которую люди называют. Глушь, ужас, половина из них. Какая половина? 90% здесь просто не была никогда. Если... Так, что-то у меня навигация задрала уже, блин. Да закройся уже. Она реально, ребят, серьезно, она просто молчит постоянно. Здесь что-то вообще, блин, никому не нужный балаган это. Жесть. Сейчас я его закрою. Ой, простите, не попал я в этот закрывачку. Так, на чем я там остановился? Хотел рассказать, да, за этим... Ой, смотрите, горы, горы вдалеке. А вот Калгари в чем прикол. В чем мне нравится Калгари? Кстати, это цены на дома как в Виннипеге может быть чуть-чуть дороже. Погода как в Виннипеге скорее всего чуть-чуть теплей и в часе езды горы. То есть вы с города видите горы. Мы только что их с вами видели, да, и... Ну, получается более красивая природа, потому что вот они, вот они родимые. Вам видно эти горы. И вот так даже, да, если у вас окошко сюда выходит, то так уже намного приятнее посмотреть. Здесь очень часто дует ветер. Теплый очень часто, но часто и не теплый. Поэтому, в принципе, погода лучше. Ну, здесь они сильно зависят, экономика их не сильно зависит от цены на нефть, поэтому это не всегда супер круто. Смотрю там, да, так, что у меня три километра до поворота. Наверное, так и доедем. С вами уже просто сделаю вот это видео. Доедем. Вы посмотрите. Я буду заезжать на трекстоп, естественно, на Flying J. Сеть такая интересная, хорошая сеть. Мне нравится. Мы на них часто стоим. Всегда почти я стою на них, потому что мне лично выгодно стоять. Мы заправляемся у них, мы тратим бонусы у них, и душ у меня там бесплатный. получается всегда правда интересным. Что-то 70, а еле едем. Такое видео, ребят, кто досмотрел, досюда, да, уже, в принципе, вам нравится что-то посмотреть. это проверочное видео. Я проверяю звук, проверяю картинку, вспоминаем старый, старую рубрику, когда мы катаемся, разговариваем с вами. Просто кто-то мне пишет, что что так, не снимаешь. Я объяснил, да, это из-за звука. Теперь все будет, но, но, как я и в Европе такое видео делал, первое сейчас вот в Америке, в Канаде, я сделал отдельный плейлист, я хотел бы, чтобы вы, именно, я не сразу это попросил, а сейчас, потому что я хотел бы, чтобы вы написали комментарий, да, не нравится, может, какие-то пожелания, может, попробовать ниже, я думал, капот, как бы, чтобы сделать, да, давайте, давайте, я вам покажу пример. Вот так вот, типа, захватить, но так одна дорога, видите, если капот там появляется внизу, так мне не нравится, мне больше нравится, когда видно, вот так вот, красота. Думал, может, с палки где-то прилепить, как по типу в Европе, но здесь, из-за того, что существенно меньше окно, то вид существенно хуже получается, вы не увидите ничего, кроме, как бы, панели, панели управления, возможно, я как-то буду дальше делать, ездить и поставлю другую камеру, на себя, что иногда буду вставлять, может быть, например, я за коробку, вот хочу снять, потому что я думал, блин, да как я буду вообще ездить на этой механике, да, на 13 и 18, ступенчатые коробки, для меня, блин, страшно, звуки эти даже, ой, слова эти, произносить, как тут можно ездить, но нет, ага, 50, извините, но нет, не так все страшно, все даже отлично, спокойно ездится, конечно, в некоторых Лос-Анджелесах хотелось бы, еще, хотелось бы, автомат, мое мнение, остается неизменным, автомат лучше, потому что автомат может быть мануальной, ручной коробкой, да, а ручная коробка не может быть автоматом, собственно, это мне и не нравится, но это так, это разминка, если все будет хорошо, перед завтрашним днем, это все, закрыл ее, наконец-то заткнул ее, как же надоело, здесь что-ли, вот так вот, сейчас мы уже поворачиваем, сейчас буду заезжать, пытаться остановиться на то место, на котором стоял, когда выезжал, очень хорошее место, для меня хорошее место, это в принципе, что принимает хорошо сигнал вайфая, я вам смогу, вот это о чем рассказываю, делать, так, заезжаем сюда, мне правда диспетчер должен был выслать адрес, где поехать оставить пустой трейлер, но он этого не сделал, я конечно сейчас буду узнавать, что да как, но поскольку я собираюсь сделать ресет, то возможно я уже ничего не буду, никуда отвозить, а поеду после ресета, и тогда возможно тоже будет не завтра, а послезавтра мой выезд, но вы, как я вам и говорил, обязательно об этом узнаете, потому что если это видео вы смотрите, значит меня устроило и качество звука, и качество видео, так вот мне место очень даже нравится, где запарковаться, так мы сейчас и сделаем, такие здоровые фуры, блин, здесь конечно, вообще в принципе время дневное, можно парковаться где угодно, но я уже говорил вам, что хочу именно встать на том месте, где будет хороший интернет, так ребят, я извиняюсь, да я замолчал, естественно, когда сдаешь назад, немножечко подтупливаешь, я собственно этим сейчас и занимаюсь, вы наверное видите, поэтому я становлюсь на свое место, где я стоял, у меня здесь было тихо, тем более, я теперь сам без холодильника, холодильник я выключил, ну естественно прицеп пустой, поэтому мне очень даже, оп, радует перспективка, стоять в абсолютной тишине, тем более я вам сейчас все покажу, почему я считаю это в абсолютной тишине, и так, ребят, я запарковался, ничего здесь сложного, как взлетная полоса, специально в принципе так становлюсь, во-первых, здесь хороший интернет, повторяюсь, во-вторых, всегда, когда становишься на уикенд, на ресет, я беспокоюсь не только о том, как мне выезжать, но больше чего я беспокоюсь о том, оп, где мне стоять, и так, вы видите, здесь у нас, это прицеп, то есть здесь у меня нет никакого мотора, который мне не будет гудеть, а здесь у меня драйвен, который тоже без холодильника, соответственно, я без холодильника тоже, и значит, вот, кстати, где мы находимся, и значит, здесь можно стоять выходные, все, экспериментальное видео, понравилось, пишите, понравилось, нажимайте лайк под низом, будем, значит, такое снимать, показывать, рассказывать, пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok